Как всегда по пятницам в утренней студии мы общаемся с участниками федерального проекта «Герои с нашего двора». И этим утром у нас в студии Александр Сиземин, воспитанник Бобровской спортивной школы имени Паткина, и Николай Сорокин, тренер по гиревому спорту. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас приветствовать в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы попали в проект «Герои с нашего двора»? Ну, наш Центр спортивной подготовки обратился к федерации, кого выбрать от федерации достойного в этом направлении. Ну, так как Александр в этом году выиграл все самые значимые старты в сезон в 2023 году от первенства России, первенства Азии, первенства мира, так как выбор стал очевидным. Обалдеть! Все за один год? А вот все, что у нас представлено, это все за один год сделано? Это все за один год сделано, да. Ничего себе! А как такое удалось вообще? Это сложно было сделать? Конечно, сложно, но мне помогло в жизни мое, упорство, ну и удача тоже присутствовала. Но это должны быть просто грандиозных масштабов, стремление, упорство и удача, потому что год-то сложился, будем честными, да? Да, получилось все? А сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 14,5. А занимаешься ты гиревым спортом сколько? 2,5 года. Ну, не так много на самом деле. С 12 лет? Да. И какой вес ты поднимаешь? Сейчас, в данный момент, 2 гири по 24 килограмма. То есть это в разряде нормы идет? 24 килограмма, 2 гири по 24? Для возраста 14 лет? Для возраста 14 лет, для присвоения взрослых разрядов идет уже гири 24 килограмма. Гири по 16 килограмм, на которых он как раз завоевал часть вот этих наград, они шли с гирями 16 килограмм, потому что такие нормативы и правила на соревнованиях, на всероссийских, международных. Но в чем секрет успеха Александра упорства? Стремление, все понятно. Но я думаю, как бы Александр не единственный, да, кто терпеливо и упорно занимается этим видом спорта. Вот почему он впереди всех ребят нашего региона? Ну, как говорится, наверное, талант есть, но талант всегда 5 процентов, и к этим 5 процентов, наверное, он все эти 95 упорства, он приложил на тренировках, всегда ответственно подходит, полностью выполняет план, ни на чего не отвлекается. И как бы, ну, с первых недель тренировок стало понятно, что результат будет, да. И как бы все они медали планомерные, то есть, грубо говоря, без одной медали не было бы ни одной другой, то есть, как бы, идет ступень отбора. Да, отборная, это самое. Вот первое, это как раз первенство Воронежской области, где отобрались на, соответственно, первенство России. Вот, а на первенство России, как раз о чем Александр сказал, эффект везения, была очень упорная борьба весовой категории в их, их было 19 человек в весе, и он был самый юный. Там возрастная группа от 14 до 16 лет. И все поднимают один вес? И все поднимают, да, гири по 16 килограмм, две гири по 16 килограмм. И в тот момент он был самый юный участник, то есть, там, 14 лет на год рождения, не на дату, а на год. Ему тогда было 13,5 лет, и он был, так сказать, единственный со свидетельством о рождении в этом во всем. И, в общем, три спортсмена, там у нас, как все равно, они проходят 6 помостов, и они параллельно поднимают группу сильнейших. И вот в группе сильнейших три спортсмена фиксируют результат 105 подъемов. Вот тут вот удача или, как бы, его дисциплинированность и определялась по собственным весам. Он от второго места был легче на 500 грамм, кто легче что-то выигрывает. И, то есть, он стал первым номером сборной России. А уже благодаря первому номеру он, получается, попал на высшестоящие соревнования. Скажите, вообще, гиревой вид спорта, насколько сильная конкуренция вообще, большая? Много людей занимаются? Много надо было преодолеть, растолкать локтями, грубо говоря, чтобы пройти? Самая сложная, самая сильная конкуренция в Российской Федерации, на самом деле. То есть, как бы... У нас много силачей, богатыри. Очень много силачей. Очень сильно у нас Сибирь очень сильно занимается. Вот, там, Калужская область, вот, центральная федеральная, ну, не центральная, а вот, центр России. Да, да. Вот, и, получается, вот, главная задача там была отобраться. Грубо говоря, если ты на России попал, в сборную России, то с международных стартов ты точно привезешь какую-то медаль. Вот, это как бы... То есть, борьба внутри страны, грубо говоря. Так он, да. Вот, то есть, как бы, там уже проще, да. Главное отобраться здесь на России. Я говорю, 19 участников только в одной весовой категории, и все поднимают вот такого уровня. Ну, 105 раз поднять две гири по 16 килограмм. Терас уже победа, понимаете? Вот, а, собственно, вес спортсмена меньше 53 килограмм. А, собственно, и возраст спортсмена еще меньше. А поднимать гирю, кстати, одной рукой? Две гири? Две. Две гири в каждой руке, да. Саша, а для тебя вот какой диплом, какая награда, или, может быть, кубок самые ценные, самые дорогие? Я думаю, самая ценная награда моя была на первенстве Азии, вот, грамотно. А чем она тебе запомнилась? Почему она, ты, ты, дорогая? На этом старте мне было больше всего тяжелее выступить. А в чем это проявлялось? Ну, возможно, то, что мой соперник был, можно сказать, не очень далеко от меня. А, то есть сильный был конкурент. А это вообще важно, вот это понимание, насколько, вот, скажем так, моральная подготовка играет роль? Насколько вот они физически, мы понимаем, что ты подготовлен, тренер по полной программе взял тебя в оборот, а моральная подготовка, насколько она важна? Моральная подготовка очень важна, потому что примерно на середине времени выступления тебе так хочется поставить гелия, ну, как... То есть где-то на 50-м разе, да, на 50-м подъеме хочется уже их бросить? Да. А потом что, второе дыхание? Да, возможно, то, что понимаешь, то, что соперник. Злость? Да. И то, что смотрят на тебя люди, которые тебя поддерживают, и не хочешь их подводить. Обалдеть. Ну, а ты вот о чем вообще вот эти вот все время? Это сколько времени получается? За сколько времени? 10 минут. 10 минут? Эти 10 минут о чем ты думаешь? Какой-то аутотренинг, или ты, наоборот, отвлекаешься, или считаешь? Что? Какой внутренний диалог? Считаю. И просто думаю, чтобы не поставить. А вы в этот момент что делаете? Кричите? Очень громко кричу. Держи, да? Это когда тренер кричит. Да. Поддерживает. Очень. А кто за тебя болеет? Расскажи. Родители, друзья, родные, близкие. Кто вот в тот момент, когда ты справляешься с этим накалом страстей, эти 10 минут держат за тебя кулачки? Ну, все друзья, которые присутствовали на этих соревнованиях, родные из дому, школа тоже, учителя некоторые, одноклассники. Да и, в общем, ну, многие, кто меня знает, в тот момент смотрели. Ну, то есть ты уже герой, действительно, вот с нашего двора, герой своего коллектива, своей команды, да? Да. Ощущается это, кстати, в коллективе интересно. Герой своего города. Да, да, да. Вот чувствуется, ты приехал с такими наградами в школе, в классе, с друзьями, как-то они... О, вот я там. И заходишь. Дружу, да. Первые дни, да. Это планы дальше есть? Может быть, действительно есть какие-то более серьезные соревнования, какие хочется взять? К чему, да, готовитесь, можете сейчас? Ну, я готовлюсь выполнить КМС, потом дальше мастера спорта. Это уже на следующий год задача? Это уже, да. КМС на следующий год, мастера через. Уже год на эти старты как бы повторяются. И вот 14-16 лет, потом следующая возрастная, 17-18 лет, а потом юниоры и как бы взрослые. Поэтому каждый год это все как с чистого листа. То есть то, что в этом году он вот это все завоевал, не значит, что в следующем феврале заново будет первенство России. И не значит, что он опять отберется вообще даже в сборную. То есть как бы здесь нет таких вот, что вот он молодец, мы его всегда берем в сборную. То есть каждый февраль это отправная точка каждого года. Мы желаем тебе удачи, успехов и спасибо за то, что прославляешь наш регион. Напомню, в студии были Александр Сиземин, воспитанник Бобровской спортивной школы имени Паткина и Николай Сорокин, тренер по гиревому спорту. Утро вместе продолжается.